Создать светило и такие органы, как глаза, это уже задача не из лёгких. Здесь действительно надо иметь колоссальный интеллект. Но мы теперь понимаем, что этот интеллект не один, а всегда имеет многочисленных помощников. И все они высокоразвитые личности, самостоятельные и индивидуальные. Подчиняющиеся ещё более мощному интеллекту Бога, Высшего Разума и так далее по Восходящей. Однажды и человек дойдёт до их состояния и станет частью Высшего Разума. Дух человек воспринимает как сознание Вселенной, как нечто общее и совершенно непонятное для землянина. Он его представляет как что-то абстрактное, расплывчатое, не имеющее собственного строения. Но каждая частная единица, воплощающая в себе разум, в какую бы форму она ни была облачена и каких бы бесконечно больших размеров не достигала, это ярко выраженная индивидуальность, способная думать, планировать, создавать, строить и перестраивать миры. И всё во Вселенной, всё, что человек видит и не видит, создаётся такими дружениками космоса, объединёнными едиными задачами и целями в определённые сообщества. Чтобы это лучше понимать, надо переносить данные понятия на человеческое общество, оно создало гидроэлектростанции, огромные заводы, промышленные комплексы, самолёты, ракеты. И это всё было построено за счёт совместных усилий частных единиц – людей. Само по себе понятие «люди» тоже безлико, но оно слагается из ярких, интересных индивидуальностей, имеющих свою частную жизнь. Обо всех вместе людях можно говорить, что они как единицы слагают земной разум человечества, который строят заводы, возводят города и прочее, выполняя общие задачи и цели. Поэтому, когда от общего переходишь к частному, то появляется та любопытная конкретность, которая, обезличенная нашим непониманием, превращает в прекрасные образы. Каждая высшая личность не только высокоинтеллектуальна, высоко сознательна, но и прекрасна в своём внешнем и внутреннем построении. Высшие сути гармоничны, источают сами свет, любовь и добро. Они обладают свойствами, о которых человеку приходится пока только мечтать. И это высшие творцы. Мы уже знаем, что помимо положительных созидателей существуют и отрицательные, тоже высокоинтеллектуальные и целеустремлённые. Но они развиваются в других процессах, поэтому имеют противоположные качества. Но и те, и другие работают на одну общую цель – поддержание нормального состояния и функционирования того объёма, в котором они обитают. Они не тратят время на расприли, бестолковые доказательства своего превосходства, а просто работают каждый в своём направлении, понимая, что если они не выполнят добросовестно своё маленькое в масштабах Вселенной дело, то может рухнуть всё, что окружает его определённым благосостоянием. Главное – это понимание того, что от частного зависит общее дело. Поэтому и человека учит ко всему относиться добросовестно, с максимальной ответственностью, выполнять даже маленькое дело со старанием и любовью. Мести двор, мыть посуду, стирать бельё надо добросовестно и с любовью, чтобы потом так же добросовестно и с любовью на следующей стадии развития строить здания и самолёты, затем миры и планеты, галактики и Вселенные. Но начинается всё с малого, так как законы добросовестного отношения и любовь превращаются в функции души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова